Людмила Анатольевна не для себя просит для жителей сразу двух микрорайонов. Верните 21 автобусы на Горького и Мира. Они на этих улицах необходимее, чем на Рокатке. Детишки малые из энергетика и Юревца вынуждены давиться в автобусах других маршрутов, чтобы сначала попасть в школы, а потом обратно домой. А 21 автобусы на новом участке ходят полупустые, даже в час пик. Жительница лично провела мониторинг. Я даже умудрилась присесть. Около Точмаша сели четверо, который уже начинает по этому пути поворачивать. Около Пакома шесть человек. И самое большое количество это около Мегаторга. Семь сели. А автобусы совершенно, так скажем, для часа пик очень свободные. Люди просят вернуть 21 маршрут на прежнюю улицу, потому что с понедельника по Рокатке ходят и вторые автобусы. Одного маршрута для такого потока пассажиров хватит, считают жители энергетика и Юревца. И, возможно, в своей настойчивости они победят. Сейчас вот как раз рассматривается этот вопрос. И очень действительно много вопросов и много жалоб по этому поводу. Это еще ваше дополнительное будет. Владимир Иванович тоже за целый микрорайон переживает юго-западный. Раньше считался самым чистым, а теперь дышать нечем. Там одни черметы обжигают провода. И одни мебельные фабрики. Как вы знаете, отгрузка отходов – это дорогостоящие удовольствия. Они там их на месте все сжигают. Говорил я экологу нашему, сухопару. Он говорит, мы работаем до шести. А кто вам заставляет, не дает рейды сделать в восемь часов до полдевят? Согласны? Согласна. Все. Много вопросов по дворам. Чей-то никак не включат в программу благоустройства. Какой-то включили, но потом из программы выкинули. Разбитая дорога. Буквально всего ничего. Где-то 500 квадратных метров. Мы были включены в программу по благоустройству дворов. В формировании комфортной следы собирали все документы. Но нас сюда включили. И через какое-то время выяснилось, что нас откуда-то и включили по какой-то причине. По поводу дворов жители должны быть готовы к софинансированию работ. Если хотят парковку, другие элементы благоустройства. Не знаю, как на следующий год, но софинансирование, которое было заложено в 2018 году, оно немножечко увеличилось по сравнению с 2017 годом. 2019 год, может быть, останется на том же уровне или какое-то будет увеличение. То есть мы это все смотрим и вам опять предлагаем. Согласны вы или не согласны участвовать в программе 2019 года. Высокопоставленные чиновники и депутаты будут принимать граждан всю неделю. Приемы приурочены к 17-летию партии «Единая Россия». И показывают, что власть в принципе умеет слушать. Решатся ли обозначенные проблемы, станет ясно позднее. Александр Инин, Артем Горчаков, 6 канал.